Солдатам одной из сибирских дивизий в те дни, когда дивизия отправлялась на фронт, земляки подарили маленького медвежонка. Освоился Мишка солдатской типушкой. Важно поехал на фронт. Приехал на фронт Топтыгин. Оказался медвежонок на редкость мышленым, а главное, от рождения характер имел геройский. Не боялся бомбежек, не забивался в углы при артиллерийских обстрелах и лишь недовольно урчал, если разрывали снаряды уж очень близко. Побывал Мишка на разных фронтах. Был в армии генералов Моногарова, Черняховского, вновь Моногарова. Подрос Мишка за это время. В плечах раздался, бас прорезался, стала боярской шуба. В боях под Харьковом медведь отличился. На переходах шагал с обозом в хозяйственные колонии. Так было и в этот раз. Шли тяжелые кровопролитные бои. Однажды хозяйственная колонна попала под сильный удар фашистов. Окружили фашисты колонну. Силы неравны туго нашим. Заняли бойцы оборону. Да только слаба оборона. Не уйти бы советским воинам. Да только вдруг слышат фашисты рык. Что бы такое гадают фашисты? Бер! Бер! Медведь! Закричал кто-то. Верно. Поднялся Мишка на задние лапы. Зарычал и пошел на фашистов. Не ожидали фашисты. Метнулись в сторону. А наши в этот момент ударили. Вырвались из окружения. Мишка шагал в героях. Его бы к награде смеяли солдаты. Получил он награду. Тарелку тушистого меда. Ел и урчал. Вылезал тарелку до глянца, до блеска. Добавили меда. Снова добавили. Ешь! Наедайся, герой Топтыгин! Вскоре Воронежский фронт был переименован в Первый Украинский. Вместе с войсками фронта Мишка пошел на Днепр. Вырос Мишка за это время. Совсем великан! Где же солдатам во время войны возиться с такой громадой? Решили солдаты. В Киев придем. За осадью его поселим. На клетке напишем. Медведь. Заслуженный ветеран и участник великой битвы. Да только миновала дорога Киев. Прошла их дивизия стороной. Не остался медведь в зверинце. С Украины Мишка попал в Белоруссию. Принимал участие в боях под Бобруйском. Затем оказался в армии, которая шла к Беловерской пуще. Беловерская пуща. Рай для зверей и птиц. Лучшее место на всей планете. Решили солдаты. Вот где оставили Мишку. Верно. Подсосли его. Подъели. Вот где ему раздолье. Освободили наши войска регион Беловерской пуще. И вот наступил час разлуки. Разлуки. Стоят бойцы и медведь на лесной поляне. Прощай, Топтыгин. Гуляй на воле. Живи. Заводи семейство. Постоял на поляне Мишка. На задние лапы поднялся. Носом запах лесной втянул. И пошел балкой-походкой в лес. С лапы на лапу. С лапы на лапу. Смотрят солдаты след. Будь счастлив, Михаил Михалыч. И вдруг страшный взрыв прогремел на поляне. Побежали солдаты на взрыв. Мертв, недвижим Топтыгин. Наступил медведь на фашистскую мину. Проверили много их в Беловерской пуще. Ушла война дальше. На запад. Но долго взрывались здесь, в Беловерской пуще, И кабаны, и красавцы-лоси, И великаны-зубры. Шагает война без жалости. Нет у войны усталости.